Начну с шокирующей новости. Утром 3 июня в разных районах Ноябрьска обнаружены тела двух участковых уполномоченных полиции. Один находился на рабочем месте в опорном пункте на улице изыскателей. Тело второго нашли в автомобиле. Позже в одной из квартир жилой пятиэтажки было найдено тело супруги убитого полицейского. Известно, что женщина погибла от огнестрельных ранений, причем стрелявший находился внутри квартиры. Жители дома сообщают, что на двери видны следы нескольких пуль. Сейчас на местах обнаружения работают три одновременно оперативно-следственные группы. Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Проводятся обыски, выемки по интересующим следствиям местам. После гибели участковых проводится служебная проверка. Об этом сообщила глава прислужбы регионального МВД Ирина Будькина. Она подчеркнула, что по предварительной информации трагедия произошла на почве личного конфликта и не связана со служебной деятельностью. В МВД России по городу Ноябрьску назначено проведение служебной проверки по фактам гибели двух участковых уполномоченных полиции, тела которых с огнестрельными ранениями были найдены в городе Ноябрьске сегодня утром. Кроме того, у себя в квартире с огнестрельным ранением обнаружено тело супруги одного из погибших полицейских. Для всестороннего изучения обстоятельства гибели двух участковых уполномоченных полиции МВД России по городу Ноябрьску и выявления причин, которые привели к трагедии, в регион выехала группа сотрудников центрального аппарата МВД России. В рамках служебной проверки выясняются все обстоятельства произошедшего. На место происшествия работают следователи Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямал-Ниньскому автономному округу, эксперты, следственно-оперативная группа МВД России по городу Ноябрьску. В связи с большим резонансом в город Ноябрьск прибыл начальник МВД России по Ямал-Ниньскому автономному округу генерал-майор полиции Александр Иван Чудовенко. По предварительным данным, трагедия произошла на почве личного конфликта между сотрудниками, не связанного со служебной деятельностью. По итогам служебной проверки будут привлечены к ответственности должностные лица, ответственные за морально-психологическую подготовку в подразделении.